Взрывы ракет, снарядов и авиабомб. Ежедневно оккупанты в Запорожской области пытаются остановить наше наступление. Чувство страха и всегда без него просто здесь не получится. Бывший водитель с позывным «БТР» уже более года воюет в полях и посадках. Имеет тяжелое ранение, но вернулся на фронт. Все пришло само собой. Я в армии не служил. Первый раз пришел, когда родина позвала. Ко всему привык. Эти позиции наши ребята отбили у врага. Большинство бойцов не имеет боевого опыта АТО. Всему обучились уже на передовой в территориальной обороне. Самое сложное – выжить, наверное. Выбить врага, вернуться домой. Как и всем здесь. Хлопцам. В полях и посадках стоит разбитая техника оккупантов. Бои очень интенсивные и тяжелые. Все территории заминированы. Это усложняет движение. Больше всего бронетехники мы теряем из-за мин и дронов камикадзе. Вместо массированного движения техники у нас здесь двигается пехота, прокладывая коридоры в минных полях. За это время они успели очень сильно укрепиться именно на этом рубеже. Пехота преодолевает в день от нескольких десятков метров до сотни, выбивая из посадок оккупантов. Наших штурмовиков 24 на 7 поддерживает артиллерия. Банкир – бывший директор топливной компании. 49 лет. Теперь он в пехоте штурмует укрепление оккупантов на Запорожье. Ребята, тренируйтесь. Тренируйтесь физически. Ищите возможность ездить на стрельбы. Осваивайте оружие. Необходимо готовиться к этому. Если мы не сплотимся, нам будет очень тяжело отстаивать свою независимость. Шаг за шагом наши бойцы преодолевают вражеские укрепления. Приближаясь к основной эшелонированной линии обороны. С подземными ходами, забетонированными дотами и сплошными минными полями. За которую развернутся еще более ожесточенные бои. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok